Начало недели и новый массированный ракетный удар по Украине. Сколько ракет осталось в закромах у оккупантов? И на какое количество атак еще способна Россия? И наконец, когда ожидать следующий обстрел со стороны РФ? Понедельник, 5 декабря. Начало новой недели и новый ракетный обстрел Украины. На этот раз России понадобилось две недели, чтобы подготовиться к очередному удару. Рашисты, не стесняясь, выпустили более 70 крылатых ракет типа «Калибр» по Украине и даже отсняли все это на видео. Вот только забыли сказать, что большинство этих ракет, а именно 60, было сбито силами противовоздушной обороны Украины. Эта ракетная атака не принесла желаемых результатов. Были запущены ракеты, которые не добились своего результата, и слаженные действия военных и энергетиков фактически сделали невозможным коллапс и очередной блэкаут в нашем государстве, в наших городах. Поэтому, очевидно, это победа, тактическая победа вооруженных сил Украины по отношению к России. Каждая ракета, выпущенная по Украине, стоит несколько миллионов долларов. По оценкам «Форбс», на свой фейерверк 5 декабря расисты потратили 400-500 миллионов долларов. Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у россиян осталось ракет лишь для нескольких масштабных атак, после чего они выйдут в полный ноль. Так, насправде, запасы высокоточного вооружения РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вышли в критическое состояние. Однако, как мы видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации. Производство новых ракет в России есть, как заявляют эксперты, но оно мизерное и ограниченное по сравнению с тем огромным количеством ракет, которое им необходимо. То, что Россия использует стратегический запас своих ракет, это уже ни для кого не секрет. Стратегический запас всегда остается неприкосновенным. Потому что в случае какой-либо агрессии с другой стороны, ты должен чем-то защищать свое государство. Россия, используя стратегический запас, идет ва-банк. Производится всего несколько типов ракетного вооружения. Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак, и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они выйти в полный ноль? Мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено, и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения. Пока среди ракет, которые выпускает Россия по Украине, нет ни одной иранской. Как сообщали СМИ, Тегеран, вдобавок к дронам Камикадзе, пообещал РФ баллистические ракеты «Земля-Земля». Но до сих пор этого не сделал. Но в то же время Россия после длительного затишья снова применила против Украины иранские дроны и атаковала ими нашу страну в ночь с 6 на 7 декабря. За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа «Шахет-136», один БПЛА «Орлан-10» и еще два вражеских беспилотника, тип которых уточняется. Хотя Тегеран отрицает, что передает Москве беспилотники прямо сейчас. По словам министра иностранных дел Ирана, его страна поставила беспилотники еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине. Но на этом Россия не остановится и будет и дальше кошмарить Украину. По словам спикера командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вскоре можно ожидать новый массированный удар со стороны РФ. Сколько времени надо, чтобы подготовиться к новому удару? Речь идет не об одном дне. Речь может идти о нескольких днях. Программируется маршрут ракет, собираются разведданные различного характера. Также они собирают данные по размещению наших ЗРК, где они находятся, как их обойти, слабые места в системе ПВО. Это все обобщается и предпринимаются все эти меры. Тогда уже они определяют, как могут наносить ракетный удар.